Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Диего, и сегодня будет необычный ролик, поэтому давайте отметимся в комментариях, посмотрим на активность. Напишите в комментариях, я здесь, братишка. Да, давайте сделаем это прямо сейчас, я даю вам время. Написали, а теперь продолжим. Я объясню, зачем это всё нужно. Я люблю устраивать в арке какие-либо ловушечки, и вот на одну из ловушек попался один нубасик. Я поставил, значит, сатурочку, закопал пурловью, ну и стал ждать какого-нибудь моногармара, который попадётся в ловушку, и его снесёт турочка. И что вы думаете? Он попался. В чём же интерес, спросите вы? Интерес в том, что вы знаете, что я в арке не трогаю русскоязычных ребят. Ну, кроме тех, помните, которые были, например, на плоту, или тот паридёк на моногармаре, которого я постоянно догонял. Ну, они несли много бреда, вы сами понимаете. Но в этой ситуации, когда я узнал, что этот парень был русскоязычным, я оставил его в покое и не стал забирать у него ни вещи, ни убивать его моногармара, ни трогать его самого. Ну, это вы сейчас увидите. Ну, вот сейчас я увидел, как его скинуло пурловье, наездника убила турочка, я решил слить этого моногармара и забрать лутецкий. Делал это дело, пока не увидел, что паренёк присвистывает его. И тут я вспомнил, что турочка убила знакомый трайб русскоязычных ребят, и перестал это делать. Он забрал своего моногармара, но решил почему-то напасть на меня. Вынести его мне тогда не составило бы труда ничего. К сожалению, момент, где я посмотрел в его лутецкий, не записался. Ну, поверьте, минуслово, там было очень много лута. Наверное, все строчки были забиты животными, С4, гранатами, в общем, лута было очень много. Он русскоязычный, я не могу его шатать. Ну, ладно. Я решил написать ему шутку, нифига себе, сколько у тебя лута. Делись давай. С понтом, ну раз я не украл, то мне положена какая-то награда, к слову, которая нахрен мне не нужна была. Тем более он сам просил. Не лутайся. А по идее-то, это же всё-таки пвп-сервер, я бы мог всё у него вынести. Но я поступил по чести. Ага, сейчас такой. Он, мол, написал, хрен тебе, а не лутецкого. Я ему уже возразил, я говорил, я мог всё у тебя вынести и просто убежать с твоим лутом, ты понимаешь? Ну, потом в чате появился так называемый, в кавычках, альфа, вон тот паренёк, у которого даже не написано название Трайба. Написал какую-то муру, как кретин, петушок вонючий. А этот пацан начал ему поддайкать. Во-во. А чё во-во-то? Вот теперь я уже скажу слово. На этом сервере, на 34-м Рагнарке, сидят альфачи. У них только один адекватный игрок, остальные все такие вонючие-вонючие петухи. Суть в том, что они как бы крышуют и защищают всех-всех бомжей, которые играют на этом сервере. Эти ребята думают, что эти альфачи их защитят? Если б не надо было, я бы разнёс этот весь сервер к хренам. Не пожалел бы на это своё время. Ох, куда же меня понесло. У меня же бомжи выживания, я же нуб Диего. Продолжим. Этот вонючий бомж, которому я вернул его все вещи, начал обзываться, начал вести себя как свинья. Наверное, забыв о том, что 5 минут назад он мог распрощаться со всеми своими вещами и накоплениями, насколько я полагаю. Конечно же, он стал крутым, потому что он увидел, что альфачи в чате, которые собираются якобы его прикрывать. Мне на самом деле на этих альфачей наплевать, как и на этих игроков. Которые вот сами себя ничего не представляют и умеют только прятаться. Оф, не турку, говорит. Представляете? Ну и сейчас я объясню, в чём же суть видео. Посмотрите, что он пишет дальше. 344 патра в турке. Лучший. Ха-ха. И тут я уже заподозрил, не дурак ли он? Я переспросил, а чё ты так смеёшься? Что тебя смутило в том, что у меня так мало патрончиков? Про это я вообще молчу. К сожалению, дальше записи нет, потому что я думал, что ничего интересного больше не произойдёт. Ну я так думал только тогда. Вот сейчас при монтаже я решил осветить вам эту историю. Поверьте мне на слово, ребята. Я не стал бы ничего прибирать ради какого-то контента. Я рассказываю вам всё, как было на самом деле. Что же было дальше? Дальше он начал смеяться, помимо того, что у меня всего так мало патронов в турке, над Пурловией, которая всего 80-го уровня. Он говорил, ты идиот? Вот нахрена тебе Пурловией 80-го уровня, ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Я не выдержал и говорю ему, мальчик, над чем ты смеёшься, дурачок? Я вынес тебя при помощи этой сраной, как ты говоришь, Пурловией 80-го уровня и патронов 344. Странные турочки. Я тебя вынес, понимаешь? И ты потерял все свои вещи. Я их мог просто забрать. Унести! Да и любой другой рейдер на моём месте сделал бы так же. Имеется в виду унёс бы. Ну я-то ничего не взял. Я же проявил как бы честь, видите ли, к русскоязычным. Что вообще, на самом деле, ну не рекомендую делать. Я считал, что русскоязычное братство должно держаться вместе, потому что многие европейские народы держатся вместе. Там немцы и так далее, шведы, там китайцы, они все сообща сражаются. Думал, мы должны делать то же самое. А нет, среди наших тоже есть идиоты, которые ведут себя как обезьяны. Алло, Вадя. Вадя. Кто там? Ты помнишь историю, когда паренька сбила турочка моя и пурловья какая-то сраная 80-го уровня? Ну, допустим. И ты же помнишь, над чем он смеялся? Да-да-да. Да, по-моему. Так. На тем, что слабая броня была и не было патронов. У него типа слабая броня, да? Да-да-да. А то, что я его просто разорвал этой сраной пурлови и мог весь его лут забрать, он об этом даже не подумал, да? Ну, ну да. Что ты наиграл, ты говоришь, Вадя? Живи. Подожди, подожди, сейчас я с бобром разбираю здесь. Сейчас, секунду. Вот, ребят, видите, он разбирается с бобром, понимаете? Ему сейчас не до меня. Ребята, он не играет в какую-то игру. Он занят. Он выращивает, взращивает и наращивает жопу свою. Хорошо, что же он ответил на это все? Я действительно не прибираю. Все, как было, так и рассказываю. Что же он ответил на это все? Он ответил так, как и сказал Вадя. Он сказал, а, у меня была очень слабая броня. Если бы она была не покоцана, ты бы меня не снес. Ну, а в смысл? Какая мне разница, какая у него броня? Он вынесен был, он погиб там. Весь лутецкий я мог у него забрать, правильно? Ну, если бы был какой-нибудь другой рейдер, не я. Он бы все у него вынес. Причем тут броня? Тупой ты. Я начал кидать ему эти аргументы, говорить, причем тут броня за тупан. Он начал писать те же слова, что были ранее. Матюки свои, в общем. Ну, и дудеть в ту же дуду. Мол, слабая пурловия у тебя отвратительная. Мол, я пурловий томить не умею. Мало патронов. Я говорю, причем тут все это? Моя ловушка сработала? Сработала. Все. На то мы и разошлись, что я сказал ему, что в следующий раз, если я тебя увижу, тебе будет звездец. Уже не буду отдавать те лутецкие, раз такой умный. Давай, летай там по карте, смотри, в хорошей броне, чтобы в следующий раз на турочку ты больше не нарвался. Ну, так же, как и на слабую пурловию. Восьмисятого уровня, между прочим. Ну, такой вот рассказ на сегодня. Я хотел это озвучить, потому что я подчищаю материал на компьютере по арку, поэтому думаю, дайте запишу. Все-таки не пропадать же добро. Материал получился, я надеюсь, интересный, но об этом вы мне напишите в комментариях, понравилось оно вам или нет. И самое главное, напишите в комментариях свое мнение. Вот как вы считаете? Адекватный ли это паренек? Или может быть я все-таки какой-то нубас? Действительно, у меня какая-то слабая пурловия и патронов в турочке мало. Кто в этой ситуации прав, кто виноват? И кто здесь нубасик? Напишите в комментариях. Я, конечно, понимаю, кто здесь нубасик. Все-таки это я снимаю уже уже Ваня, да? Ладно, друзья, с вами был, как всегда, Диего. Мы с вами увидимся на новом видео. Рад был с вами поболтать. Пока-пока.